Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Наибольший рост стоимости акций сегодня зафиксирован у акций Кейсел. Прибавив почти 2%, цена акций закрылась на уровне 2214 тенге. Ставки и заимствования продолжают снижаться. Доходность операции «Репост» с государственными ценными бумагами и сроком на один день составила 8,4%. Доходность однодневных долларовых свопов снизилась до 8%. Официальный курс доллара США подорожал на 71 тенге до 390 тенге 9 тенге. На текущей неделе китайская сторона прибывает в США для продолжения торговых переговоров. И на этом фоне доллар США укрепил свои позиции против большинства ведущих валют. Вчера стало известно, что Федеральная резервная система США возобновит наращивание своего баланса, остановленного в 2014 году. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, это понадобилось для недопущения дефицита ликвидности на денежных рынках. Пауэлл дал понять, что меры ФРС направлены на бесперебойную работу денежных рынков страны, а не на стимулирование экономики. Средне взвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 390 тенге 4 тен. Объем торгов вырос в три раза до 137 миллионов долларов США. Средне взвешенный курс рубля незначительно подешевел до 5 тенге 99 тен. Средне взвешенный курс евро вырос на 33 тен до 428 тенге 3 тен. Средне взвешенный курс китайской валюты составил сегодня 54 тенге 58 тен. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии. КОНЕЦ КОНЕЦ